Привет, я Антонио Сентену, основатель Real Men Real Style. И сегодня я собираюсь поговорить с вами о том, почему вам не должно быть наплевать на внешний вид. Окей. Итак, самая первая вещь. Для начала внешность важна. Если вы посмотрите на любого, кого вы когда-либо встречали, того, кто действительно оказал влияние на вашу жизнь, чаще всего вы задумываетесь о вашей первой встрече. Так было с моей женой. Я могу вспомнить, как моя жена выглядела, и как она вела себя и всю нашу первую встречу, потому что она создала великолепное первое впечатление. Итак, припомнив тот день, вы поймете, что встречаете многих людей в первый раз. И зачастую вы даже не открываете рта. И ваша одежда, каким образом вы представляете себя, которая покрывает 90% вашего тела, создает первое впечатление. Если вы одеваетесь ярко, будь это свитеры-джинсы или костюмы-галстук, это рассказывает кое-что о вас, и убедитесь, что вы контролируете это. Понимаете, я не знаю, какое сообщение вы хотите отправлять, но удостоверьтесь, что вы контролируете это сообщение, и создаете прекрасное первое впечатление. Следующий пункт заключается в том, что это увеличивает ваш статус среди коллег. А как хорошая одежда делает это? Если вы приходите в группу людей, скажем, это новая компания, и вы ищете того, кто главный, и вы видите кучку ребят, толпящихся вокруг, и на одном из них спортивная куртка, он просто выглядит как главный. Это тот парень, к которому вы подойдете и спросите, чтобы узнать, кто главный. И если это повторяется достаточное количество раз, знаете, люди начинают понимать, что это парень, к которому все обращаются. Но почему вы сделали такое предположение? Потому что он выглядел не так, как все. Он выглядит так, как будто может быть главным. И вы надеетесь, вы делаете простое суждение, основанное на внешности. Так почему бы не стать таким человеком? Почему бы не стать парнем, выделяющимся, которого люди ищут, который выглядит как главный? Потому что восприятие может и часто становится реальностью. Следующее. Ваша уверенность в себе повышается, когда вы одеваетесь ярко. Военные по всему миру знают это. Посмотрите, как много гордости морские пехотинцы испытывают за свою форму. Как бывший пехотинец, я могу сказать, что мы тратили кучу времени, подгоняя наши униформы, чтобы все было на месте. И когда вы в форме приезжаете в город, вы чувствуете себя неудержимым, безотказным. Поэтому, наверное, многие из нас заканчивают в тюрьме после многих заслуг за спасение. Ладно, я этого не говорил. Но правда, это ощущается, когда вы надеваете костюм, он как броня. Вы надеваете его и чувствуете уверенность. И вы знаете, что выглядите великолепно. Это делает вас более мужественным. И вы можете дать блестящее интервью, отличную презентацию и чувствовать себя отлично. Другое значение в том, что яркая одежда вынуждает вас обращать внимание на детали. Я сейчас говорил про униформы. То есть, нам надо было точно знать, где должен располагаться каждый маленький значок. И мы вывели правило, что надо точно отмерять, где они должны быть. То же самое для мужчины, который должен надеваться ярко. Он обращает внимание на свою обувь. Он не только чистит ее, он начищает, затем полирует ее. И ему надо потратить время. Надо уделить внимание этим небольшим деталям. И когда вы тратите 30 минут в неделю, накладывая хороший блеск на ваши туфли, и 5 минут в конце каждого рабочего дня, очищая их и правильно храня, вы можете выйти и посмотреть, что делают другие парни. И это не то, чтобы мужчина, одевающийся ярко, будет более уверенным. Это не гарантировано. Но я могу сказать вам, что парень, который не обращает внимания на свой внешний вид и просто выглядит неряшливо, все время будет тем, которому я бы побоялся доверить что-то важное. Итак, еще раз. Вы обращаете внимание не только на детали в вашей одежде и в вашей жизни, но это также заставляет вас и учит вас обращать внимание на детали в окружающих. Вы начинаете замечать детали вещей женщин. Это не совсем плохо. Знаете, когда вы делаете особенный комплимент по поводу вещи, которые делают их неотразимыми, им это очень нравится. Или вы начинаете замечать, что парень не уделяет внимания этим тонкостям. И возможно, это парень, с которым вы никогда не разговаривали, но он может быть тем, с которым вы бы хотели ввести следующий проект. Понимаете, это делает вас более полезным на работе. Конечно, яркая одежда не добавит вам еще пару рук или вторую голову для того, чтобы делать кучу дел одновременно. Что я имею в виду, говоря об эффективности? Это то, что вы станете тем, кого можно поставить перед клиентом. Я приведу пример. Итак, у меня был клиент. Я занимаюсь индивидуальной разработкой одежды, если вы не знали. И у меня был клиент из Microsoft. И он программист. Программисты обычно не одеваются стильно, а этот одевался. Вдобавок, у него был смокинг. Он чувствовал, что время от времени он мог ему понадобиться. И он устал писать. И представьте себе, буквально через 6 месяцев после того, как мы сшили ему тот смокинг, Билл Гейтс был в городе. Это был неожиданный визит. Объявление было буквально за 6 часов. И он собирался быть в черном галстуке на праздничном или благотворительном событии. И они хотели, чтобы там был молодой программист. Но у него должен был быть смокинг. Ни у кого больше не было времени обзавестись им. Но мой клиент был там подготовленным. И они даже попросили его, потому что знали, что он всегда стильно одевался. И они полагали, что он тот, кто нужен. Итак, несмотря на то, что даже когда пришло время, он сказал мне, что не был на уровне многих других парней, но так как он был подготовлен, так как был более полезен на работе, потому что он просто был одет для вечеринки. Он был готов, он был подготовлен. Если вы зададитесь вопросом о своем виде, вы начнете понимать, как цвета и формы могут говорить за вас. Вы мне не верите? А что вы подумаете о парне, который носит, например, розовый наряд? У вас будет мнение об этом парне. Но что насчет мужчины, который может носить цвета, которые будут смотреться на нем великолепно, мужественно, но в то же время позволят ему выделиться, сделают его внешний вид более особенным? Просто посмотрите на эту зеленую, оливковую ткань моего пиджака. Она уникальна. Я могу сказать вам, что куда бы я ни пошел, я буду единственным человеком в подобном пиджаке. И это классное чувство. Люди замечают это. Я не пытаюсь, конечно, выделиться перед другими, но это небольшая деталь, и мне даже не нужно открывать рот, чтобы сказать, кто я, и что я горжусь своим видом. Другое дело – это выкройка, и понимание того, как она может создать впечатление, чтобы вы выглядели лучше. Она может сделать вашу фигуру более пропорциональной. Она может сделать так, чтобы вы смотрелись не как долговязый гигант, уменьшив размеры, позволив вам выглядеть более основательно, зная, что для двубортного пиджака используется более плотная ткань. Это позволит вам выглядеть более весомо, чтобы даже реально худощавый парень выглядел более мускулистым. Итак, понимание цветов, понимание покроя – все это приведет к тому, что вы будете заботиться о своем внешнем виде. Итак, следующий момент в том, что одежда позволяет вам заявить о себе. Вот вы приходите к врачу в кабинет. Кто выглядит как врач? Парень в белом халате. Он одет в этот халат. И это мгновенно посылает сигнал авторитетности. Если вы приходите в суд, во что одет судья? На нем мантия. Есть причины, почему это так. Чтобы мы могли мгновенно заметить, кто главный и кому нам доверять как авторитету. Я живу в придорожном городке, в Висконсине. И каждый раз, когда я иду в мою воскресную школу, я одеваюсь в этом строгом стиле, потому что я знаю, что я представляю свою семью, каждый раз заходя в здание. Когда я иду в кабинет руководителя, обычно не важно, если там группа людей, которые просто толпятся. Я просто не знаю, что они там делают вообще. Я не знаю, кто там работает. Но когда я захожу, люди это замечают. И сразу я оказываюсь во внимании, потому что я выгляжу особенно. Я выгляжу так, как будто важен. То же самое, если я захожу в людный бар, или прихожу в оживленный ресторан. Я захожу, и я знаю, кто я. И благодаря этому очень уверен в себе. И я говорю миру, «Эй, я здесь, я в деле. И пожалуйста, обращайся со мной, как с уважаемым человеком». Хорошо, последняя вещь будет прикольной. Но те, кто хорошо выглядит, решают, что значит хорошо выглядеть. Это мало относится к тому, что надо сделать со своим лицом или его выражением. Посмотрите на самых успешных людей в мире. Даже Стив Джобс, у него была форма. Не позволяйте себя одурачить. Да, он носил эту черную водолазку. Он носил джинсы, которые смотрелись на нем ужасно. Но это послание. Он заботился о своем виде настолько, что контролировал то, как он выглядел. Если вы посмотрите на Уоррена Баффета, он очень богат. Очень влиятельный джентльмен. И он нарочно, даже несмотря на то, что может позволить себе лучшие костюмы в мире, он не делает этого. Ему нравится изображать этот образ. Парня, который живет в одном доме 50 лет подряд в Амахе, Небраска. Несмотря на то, что является одним из богатейших людей мира. Еще раз, просто посмотрите на людей, которые управляют всем. Они заботятся о своей внешности. Они понимают, что это одна из простейших вещей. У вас может быть магистратура Гарварда или степень в Стэнфорде. Никто этого не увидит. Все, что они увидят, это одежду на вашем теле до того, как вы откроете рот. Так что удостоверьтесь, что позаботились о внешнем виде, чтобы произвести наилучшее первое впечатление, потому что это про вас. Это о том, что вы можете сделать свой путь легче. Я знаю, что вы можете не париться, но зачем так делать? Это все равно, что стрелять себе по ногам. Дайте себе наилучший шанс добиться успеха. Окей, это был Антонио из Real Man Real Style. Спасибо, что уделили время и наслаждайтесь другими видео и другими статьями, которые есть на нашем веб-сайте. Спасибо.